Он легко прикуривает, щелкнув зажигалкой, большим пальцем левой ноги. Курение – это самый большой мой недостаток. Так, смеясь, говорит о себе Виктор Скаленко. Вот посидеть немного, выкурить сигарету и опять за работу. В селе дел не в проворот. Только успевая крутиться. А когда всю работу приходится делать только ногами, это вдвойне сложнее. Он родился без рук и до сих пор не нашел ответа. Почему? У здоровых сельских жителей на свет появился ребенок-инвалид. Одни говорят, где-то в молодости согрешили, а врачи говорят, что это передается через десятое поколение, могут передаваться и точно не могут утверждать. Знаете, как раньше говорили, что может быть человек, который злоупотреблял, и дети рождаются с недостатками какими-то. Это тоже не доказано и никто не может утверждать. Все детство Виктора прошло в специализированном доме-интернате. В семье родители развелись. Мать так и не смогла смириться с тем, что ее ребенок не такой, как все. А отец не мог взять сына к себе по объективным причинам. Знаете, что такое школа-интернат? Это же самая армия. То есть там нет ни папы, ни мамы, там каждый выживает, как может, как изворачивается, чтобы только выжить. И приспосабливается. Ну, а с одной стороны, я думаю, что это даже хорошо, что я побывал в интернате, какая-то закалка произошла, и у мозгов же переворот произошел, что мне надо будет дальше жить, что как-то стремиться к жизни. Виктор всегда и во всем привык полагаться только на себя. Он даже не представляет, что значит иметь руки. Я вижу все, я могу понять, представить себе, почувствовать, конечно, это не смогу никогда, наверное. Так же самое, как и другая бывает. Знаете, обидно, дочка первая, как родилась. Ну, хотелось бы взять ее там, обнять. Ну, не судьба уже, мне кажется, никогда не носиться. С внучатами так же самое. Виктор невероятно трудолюбивый человек. Кажется, нет дела, которое не спорилось бы в его сильных ногах. Каждое утро он первым делом кормит своих питомцев, вьетнамских поросят. Их ему подарили несколько лет назад, и с тех пор в скудном бюджете семьи Скаленко они большое подспорье. Накормив свиней, он либо трудится на огороде, либо по хозяйству возится в гараже. Его работоспособности хватит на десятерых. Не жалея чувствовать себя в чем-то ущербном, ногами он научился делать практически все. Что бы не те, он все сделает. Немает, а вот он и копает, и садит, все, все. Вы только посмотрите, что в него немает. И помогает, и сколько можно, мы помогаем. Очень рабочий хлопец. Дуже, очень рабочий. Он так же, как я, что я руками, ругаю, и ногами. Это нужно трубы убрязать. Он берет ножовку по металу, ногами, трубы риже. Под потолком, под потолком он риже трубы ногами. Он вот это с мотоцикла двигает или снимает, я ногами, да? Коробку, разбирает коробку, сложает коробку. Вот это все, да? Он, как, ногами, вот это все, рука, понимаете? Несмотря на физический недостаток, Виктор всегда пользовался успехом у женщин. С ними он легко находил общий язык. Но первый брак Виктора был трагическим. Вскоре после свадьбы жена скончалась от тяжелой болезни. На попечении инвалида осталась двухлетняя дочь. Спустя время он встретил Любу. Молодые люди сразу влюбились друг в друга. Он говорит, давай поживем, посмотрим, как там будет, сложится или не сложится. По городской паналий, я левый, и мы как-то подходим. Если где-то бывает что-то друг на друга немножко так, гырким как-то, ну не без того, ну в каждой семье есть такое. Ну быстро отходит, и я, и она, и все, как будто ничего не было. То, что Люба, молодая, красивая женщина, выходит замуж за человека без рук, да еще с ребенка в придачу, вызвало недоумение среди ее родных и знакомых. Мама и плакала, ну, знаете, каждой маме хочется, чтобы дети жили нормально, чтобы все были здоровы, а у меня такое. Я говорю, мама, я, это, скажем, моя судьба. Я говорю, я никуда не пойду. Говорю, тем более, я уже беременна. Ну и все. А теперь мама что говорит? А, топор самый лучший взять. Когда-то ей сказали, что детей у нее не будет никогда. Ошиблись. Виктору Люба подарила двух здоровых мальчишек. При вратности судьбы скажете. В этой семье ценят и любят друг друга. Свою жену Виктор просто боготворит. И делает все возможное, чтобы ей помочь. Я не могу сказать, что я все на моих плечах. Я не знаю, там, пойти в магазин, там скупится, он идет, скупляется в город, он едет, везде он сам. А так я не могу сказать, что там все повесил. Ну, конечно, хозяйство на мне, там, и то, отстирка, она тоже помогает мне. Ну, как же повесить не может, да и все. Мне просто приятно делать, чтобы жена меньше уставала, меньше, не то, что меньше работала, но меньше болячек как бы у нее было. Я боюсь, чтобы у нее лишний раз не выпал диск, и потом уже будет железо тогда все. Родиться без рук. Казалось, такой беды не пожелаешь никому. Но вы не поверите, семье Скаленко всегда завидуют. Завидуют работоспособности Виктора, его преданной любви к жене, к тому, что выживают они своими силами, не прося ни у кого помощи. Завидовали. Говорят, о, смотри, он же выходит, там, по хозяйству. Говорят, о, ты как королева, уже вышла, говорит, а муж управился. Говорят, ну, это же хорошо. Еще есть такое плохое, это человеческая зависть. Вот, ты живешь, вот у тебя то есть, у тебя все. Ну, я говорю, ну, ребята, ну, это же каждый молит, тем более, если при здоровье человек. Мне кажется, зависти тут. Я всегда одобряю человек, если с утра встает, он что-то делает, у него что-то приобретает. Ну, чему завидуют? Человек же старается, человек не лежит просто так. И оно же так не дается. В свои 43 года Виктор освоил несколько видов транспорта. С помощью нехитрого переспособления легко управляет велосипедом. Но в душе он все же автолюбитель. Управлять машиной ногами он научился еще в юности. Вот сижу, вот газ, вот нога на газу. Все, еду. Надо переключиться, газ вот держу. Вот секунда, раз, класс, включил его пять. То есть машина практически, она же едет еще без держания, ну, секунд 10-15, может ровно ехать. В правилах дорожного движения нет запрета на управление автомобилем ногами. Но все же во избежание неприятностей с ГАИ за рулем обычно сидит его супруга. Много лет назад Виктору, как инвалиду, государство подарило запорожец. Спустя годы, благодаря усилиям Днепропетровского Болгосадминистрации, Виктор получил новенькую машину Таврию. Но к ней он пока не привык. Пусть она нормально обкатку пройдет, объездится, а тогда уже, может, и буду я ездить. Машина нравится? Все нравится, только одно, что двухдверное. Знаете, я не могу, чтобы едем с женой, чтобы никого-то не подвезти, если человек стоит, особенно с ребенком. Просто мне жалко, я знаю по себе, я тоже часто езжу в город, бывает, я не всегда машиной могу поехать. И когда подбирают человек, то приятно, просто, что не обязательно за день не подвозить. В этом он весь, Виктор Скаленко, человек, рожденный без рук, но с огромным сердцем, силой воли и верой в то, что в жизни все можно преодолеть. В эти выходные вышла замуж его дочь, а значит, жизнь продолжается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!